Он всем нам ответил в первую очередь как певец, автор-исполнитель. У него есть также еще бразаические произведения. Он, значит, его известный роман, роман о девочках. Еще он является соавтором, значит, романа «Черная свеча». И есть несколько рассказов и эссе. Один из рассказов, который называется «У моря», мы вам сегодня покажем. То есть это будет сейчас такая небольшая сценка. Дорогие друзья, ну вот завис, так сказать, компьютер, буквально две минуты. У нас просто там идет сопровождение музыкальное. Тогда я сейчас пою. Тиши перевал, где скал векрам не побега. На кручах добивых, на каких никто не проник. Жило-поживало, притихшее горное, горное эхо. Оно отзывалось на крик, человеческий крик. Когда одиночество комом подкатит под горло. Истапленный стон, еле слышно, в обрывку панет. Крикает она помощи, эхо подхватит, подхватит. И на воду усилит, и бережно в руки своих донесет. Должны быть не люди, напившись до руман и зелья. Чтоб не был услышан никем громкий топот и храм. Пришли умертвить, а не звучит живое, живое ущелье. И эхо топтали, и в рот ему слон и гряп. Утром всю ночь продолжалась, крабовая злая панета. И эхо топтали, но стона никто не слыхал. К утру расстреляли, притихшее горное, горное эхо. И брызнули слезы, как камни из раненых скал. И брызнули слезы, как камни из раненых скал. И брызнули камни, как слез из раненых скал.